добрый день олег здравствуйте я хочу представить олег цвиллый правозащитник альянс украинской едности это название вашей организации да но очень рада вас видеть за время полномасштабного вторжения с 24 февраля впервые встречаемся с вами вот так в онлайне и я хочу сразу выразить соболезнования потому что я знаю что погибла за украину за во время боёв за киев в первые дни в один из первых дней погибла ваша сестра ирина спасибо соболезнования есть такое я чрезвычайно сочувствую каждому каждой семье которая потеряла близкого человек в этой страшной войне сегодня у нас тема беседы что происходит в оккупированном бердянске я знаю что вы следите за ситуацией вы знаете что происходит в колонии топоры как ее называют на сленге колония номер 77 где руководство как вы кстати олег обращали внимание и более никто руководство колонии абсолютно пророссийская руководство колонии было абсолютно античеловеческое античеловечное антиукраинское это колония сейчас стало оплотом оккупантов я не ошибаюсь да это колония история с этой колонии продолжается я напомню что наши несколько лет потраченных усилий мы все-таки добились того что хотя бы какие-то изменения в этой колонии ну осужденных вывезли ну скажем этих первоходов это же колония была минимального уровня безопасности ну и и перепрофилировали на колонию максимального уровня безопасности и туда даже успели привести новых осужденных там 12 14 человек за моей информацией они до сих пор там находятся но в целом колонию сейчас используют враги оккупанты для издевательств для давления на на обычных людей вот помимо того что там обрабатывают скажем так пленных очень много на неподконтрольных территориях в том числе и херсонская область сейчас пакуют скажем так арестовывать по беспределу людей просто выкрадают активных людей про украинских кто выходит на митинги тех кто там не смиряется с оккупацией территории и и вот этих людей всех выкрадают и многие просто пропадают бесследно и а в частности перед тем как пропасть скажем так бесследно они обрабатывают людей на чтобы переломать их мировоззрение и не отношения значит принуждают там к сотрудничеству другим оговором украины в общем под принуждением под страхом под пытками заставляют людей придавать украину и действовать против государства вот недавно вышел там сюжет который подтвердил все эти ужасные скажем так мои слова люди ну во первых у меня до этого была информация что туда с этой колонии с территории колонии слышны крики ужасные то есть там а техника российская находится оккупанты находятся то есть что они уже используют эту колонию не по назначению так вот сейчас и вышел еще сюжет где подтвердилось что волонтеров там волонтеров отпустили после ряда пыток отпустили волонтеров и которые уже реально подтвердили вот эти все не слухи а издевательства потому что они пережили это на собственном на собственной шкуре и рассказывает вообще ужасные моменты такие что пытки применяют электродинамо вот эти короче током током пытают током в том числе не только гражданских как бы там активистов а и бизнесменов многих отжимают значит ну все что есть скажем так материальные там недвижимости и кого каждого используют по-своему кого в деятельность кого просто грабят вот и кого склоняю таким образом получать российские паспорта в общем жуть этой колонии продолжается то есть ее не закрыли мы тогда полностью частично нам где-то получилось какие-то результаты добиться но в целом вот как мы сейчас известного и продолжение с этой колонии очень ужасно и теперь люди столкнулись на собственном шкуре скажем так со всей этой истории со всей этой репутации этой колонии страшные вещи меня единственное что радует что мы все-таки успели поменять руководство убрать этого чукина который был известен нам как коллаборант он не он и не коллаборант он по сути есть вражина потому как он сами с россии и был оттуда откомандирован сразу на должность начальника колонии то есть я так это вижу что это фсбшный проект уже многолетний все равно они к этой войне к этой оккупации готовились заранее то есть это часть какая-то часть плана какую-то мы все-таки сломили вот и этот король чукин хочет не понес никакой ответственности они благополучно переехали в киев его супруга до сих пор работает центральном аппарате там в каких-то кадрах где-то а этот живет скажем так у нас тут киеве на районе новопостроенной квартире скажем так чукер может и сейчас быть полезен российской фашистской федерации это же россиянин по сути дела который приехал к нам создавать конверт пыток образцу гулага российского каком году он прибыл в восьмом 2008 году и прибыл он сначала в колонию 117 откуда где он не ужился скажем не то что там с осужденными осужденных вообще мнения никто не спрашивает а с сотрудниками то есть насколько он такой палач насколько он такой жестокий его отношения и сотрудниками и ну как бы он там не ужился скажем так и его перевели в десятом году по моему то ли в двенадцатом бердянск вот так что он давно уже несет деятельность не для развития страны нашей да и вообще внутренних врагов у нас очень много то что мы там наши защитники на фронтах воюют скажем так с явными противниками очень много сидит тут затихаренных вражин которые ведут свою диверсионную работу даже там ну без оружия скажем так а другими и чукин один из них естественно естественно и он сейчас или работает он сейчас ждет оккупантов или откровенно вы понимаете война нас всех правозащитников застала врасплох если у нас до этого были какие-то расследования были какие-то продвижения наше продвижение в расследовании в том числе там параллельной 45 колония буквально там вышла на над на слух перед войной общем все вот эти расследовательские процессы с дбр там с другими структурами не у нас сейчас прекратились и им просто чисто повезло опять как бы ух уж уходят от ответственности негодяи мы тратим на это годы целые годы своей жизни но и у нас вот так скажем так нет ни одного результата чем можно было бы там похвалиться скажем так я руки не опускаю в любом случае деятельность наша продолжается и рано или поздно они найдут свое не в этом уверен а а люди чукина они остаются сейчас бердянске на оккупированной территории его персонал администрация связанная с ним она там есть но там были уволен только его заместители коротич и то он был не уволен а переведен в управление тоже на повышение но остальные замы все работники естественно что они пооставались естественно что они пооставались вот понимаете проблему проблема похищения гражданских людей она на неподконтрольной территории просто зловещая в херсонской области чтобы вы понимали на акции протеста вы выходили активно принимали участие бывшие осужденные вот патриотизм вообще украинских осужденных и бывших осужденных он меня ну просто приятно удивил и порадовал даже находясь в оккупации эти люди проявляют себя достойно вот ну а что касается тех людей которые на свободе подымали все эти акции непокоры выходили на акции многих просто они в без вести пропали их мы их не можем отыскать нигде просто понимаете у них какая политика вот сейчас даже проходит принудить под принуждением паспортизация осужденных то есть том же херсоне заставляет получать паспорта российской федерации вот и ну и что им делать значит чем интересные осужденные тем что они будут принимать выборы выборах участие выборах в этом же референдуме отдавать свои голоса за хнр ну например либо там другую другим какими-то участием нести какую-то пользу оккупантам вот все кто не не придает свои принципы тех кто крепятся эти люди естественно им не нужны таким образом они делают пересейку все кто откажется не получать эти паспорта либо принимать участие там в референдуме я уже не говорю что там воевать против украины либо там технику чинить там не знаю там другие какие-то делать действия этих людей всех кто не идет на сотрудничество возят в крыма либо в какую-то глубину там лнр днр куда-то подальше то есть их на территории все таки это старается не не держать то есть в любом случае там ходят этапы и к этому сейчас идет большая подготовка чтобы оставить в тюрьмах именно уже поломанных людей пророссийский скажем так не они опасны для для права россиян вот это страшная технология тех кто не соглашается о них в любом случае ожидают ужаснейшие пытки на территории крыма на территории там лнр днр и на территории там ну куда их в ростов вывозят также каких пленных мы знаем всю методологию этой советской гулаговской системы где они засовывают задние проходы швабры или насилует людей снимает это все на видео то есть как максимально пытается унизить отобрать здоровье поломать и мне сейчас очень душа болит за пленных азовцев я могу только представить что там с ними что они сейчас переживают олег вопрос а в 77 колонии бердянской содержится сейчас по вашим данным про украинские активисты которые никаких преступлений не совершали просто за их политические взгляды по украинские активисты из территории оккупированное время на сапорожской и территории химсонской области они ну не только вы понимаете много учреждения попала под оккупацию и так как у них там и связь пропадает периодически сейчас они перешли на русскую сеть очень тяжело собирать информацию я не скажу что всех свозят в бердянской 77 колонию это там региональная скажем такая пыточная у них такой фильтрационный скажем и лагеря не сделали вот а также они используют мои другие колонии знаю там же осталось и мелитополе колония и 107 мариуполе и сизо и в херсоне они орки освободили десятая колония десятая колония действующая и возле нее находятся 105 колония которую законсервировали вот там уже никого не было и им понравилось не знаю чем им это подошло вот именно это место и осужденных с десятой колонии перевезли частично в 90 частично в седьмую колонию то есть колонию освободили и эти все колонии используют для для вот вот этих всех действий какую где-то по местности они там смотрят чтобы не возить же много далеко возможно на грибной регионе у них каждого там у своя по месту скажем так пыточная но содержит людей там которые просто провинились кавычках тем что просто поддерживают украину татьяна содержит людей про украинских до украинских украинцев обычных украинцев которые не совершили в абсолютно никаких преступлений одних там держат волонтеров которые ездили проводили эвакуации из того же мариуполя туда привозили продукты питания одежду и обратно вывозили беженцев скажем так то есть и таких людей очень много очень много людей которых просто на блокпостах по наколкам вот там на теле не понравились их наколки то есть они используют эту массу гражданских людей и потом преподносят что это все военно-пленные и это этим торгуются вы понимаете они гражданских людей потом вы своих бойцов ми вы меняют на гражданских людей то есть но тут не морали не 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 вообще ничего нет это это оркостан это дичь которую мы просто обязаны остановить и победить потому что это ужас всего мира всего мира их не методы их не скажем так выворачивание фар извините когда они говорят вот на 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 черное белое вот и поступают сами по-негодяйски и в этом еще обвиняют украину ну это именно вот этим мутированные методы так как они войну не называют войной но это все гибридное извращение которое все все понимают но они так вот преподносят его за вот такую позицию у себя там население зомбируют это население там я тоже так бы сказать ну половину в принципе можно где-то по-человечески понять что им нету вариантов у них диктатор кто против скажет получит тюрьму и там палку в задницу но в любом же случае но надо же думать про как в этом дальше жить в будущем в любом случае мужество и геройство это прекращать можно так сказать что оккупант несет на вот этот свой гулаг вот это свое полное обнуление прав человека полный беспредел это беспредел который был в наших местах лишения свободы он пророссийский ну конечно это совдеповская модель это тоталитарный контроль это диктатура это все кто не играют по нашим правилам будут сломаны уничтожены унижены зашантажированы то есть ну все кто не с нами те против нас это у них такая вот модель исправления понимаете ну естественно естественно тут это в кавычках я же ерничаю это тот российский ужас это ихняя совдеповская модель в общем наверно украине досталось только досталось то что украина только сможет это все остановить ни у кого больше не хватает мужества признать это все они заигрывают с агрессором и не понимаешь что ты им отдал палец но него на тебя руку оттяпает дальше сейчас подарить им этот крым подарить им две области или там три области но это на этом не остановится это не задабривание хищника я просто в шоке от этих европейцев малодушных которые смотрят просто как украина как 300 спартанцев закрыла проход скажем так и или что и наш уничтожает тут даже до сих до силусь на сегодняшний день враг превышает у нас и техника и количеством и живой силы у них там этих баранов которых посылают на убой их несконченный ресурс в общем это же какая-то скорее бы эта война уже закончилась но только нашей победой других вариантов спасибо за этот разговор слава украине верим в нашу победу мы уверены что это произойдет рано или поздно другого выхода нет потому что это столкновение двух цивилизаций и конечно добро должно побеждать зло спасибо вам еще раз за этот разговор будьте здоровы и до новых встреч на связи украина